В центре внимания люди с ограниченными возможностями. За последний год в Архангельской области прочно вошло в обиход слово «экзоскелет». Для Дениса Левина это уже не просто новое понятие, а дорога в новую жизнь. После серьезной травмы инвалид-колясочник вновь встал на ноги. Благодаря разработке ученых Сколково он сможет ходить и садиться без посторонней помощи. У меня травм уже почти 9,5 лет. Желаю не ходить, а руку не проходит. Желание разговаривать с человеком в глядя на глаза на одном уровне – это дорогая стоимость. Стоимость «экзоскелета» – полтора миллиона рублей. Для нашего региона его приобрела Корпорация развития Архангельской области, заключив с разработчиком соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Архангельская область однозначно заинтересована в этих разработках. Это позиция и правительство, это зов и крик населения. Разработчики «экзоскелета» подтверждают, что новинка отнюдь не замена, а нужное и практичное дополнение к инвалидной коляске, к которой в нашей стране сегодня приковано почти полтора миллиона человек. «Экзоскелет» постоянно совершенствует. Его новую версию на себе испытал Сергей Рубинштейн. Архангелогородец входит в число 18 пилотов «экзоскелета» в нашем регионе. «Мобильный, идет приятнее шагом, усовершенствованная пятка, то есть легче идти в нем легче. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека». Медики отмечают, после тренировок в экзоскелете в мышцах людей с ограниченными возможностями появляется чувствительность. Разработчики планируют уже к весне представить улучшенную версию модели, которая позволит подниматься и спускаться по лестницам. А это уже другая форма адаптации человека к социуму, которую поддерживает Корпорация развития Архангельской области. Накануне Нового года в Норт-Арене на праздник для детей с ограниченными возможностями пришли чемпионки Паралимпийских игр. «Таких детей с ограниченными очень много, и многие просто не знают, как поступать, чем заниматься. И вот именно на живых примерах, как мы спортсмены в данный момент, они будут видеть, они сейчас с нами будут играть». «А сейчас у детишек много возможностей, сейчас проводится много мероприятий для ребят с нарушениями здоровья. И они, конечно же, как бы дальше могут выбрать для себя какое-то направление в спорте, например». Такие занятия стали возможны благодаря физкультурно-оздоровительной программе благотворительного дома Рональда Макдональда. Его участники проехали уже половину России, теперь на очереди север. «Мы проводим адаптивные физкультурные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, с совершенно разными диагнозами, и также спортивно-массовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в разных регионах России». Далеко не каждый из этих особенных ребят встанет на лыжи или возьмет в руки ракетку, но то, что получит радость от общения со сверстниками, очевидно. «Конечно, нужно, чтобы собирать народ, они же отовсюду, чтобы знакомиться, общаться и заниматься. Это же интересно». Каждый из этих детей идет к своей цели, своими силами, и результат обязательно будет. Личным примером ребятам и их родителям это демонстрируют наши пара Олимпийки. Ну а Сергей Рубинштейн уверен в том, что следующая версия экзоскелета позволит ему прокатиться на переднем сидении автомобиля хотя бы в качестве пассажира. Алексей Шемякин, Денис Линчевский. Семь дней в регионе.